На ленте почти нет багажа. На входе тепловизор. Пассажирский поток в Ульяновском аэропорту имени Карамзина из-за пандемии снизился почти на 98%. Если раньше за сутки из аэропорта вылетало и прилетало 12 самолетов, то сейчас максимум два рейса. Я думаю, что это не секрет, что авиационная отрасль является одной из самых пострадавших. С 1 апреля наш лол-кост-перевозчик, авиакомпания «Победа», отменила полностью все рейсы. То есть авиакомпания приостановила рейсы полностью. И до 2 июня. Со 2 июня авиакомпания «Победа» возобновит пассажирское авиасообщение с Москвой. А с первым днем лета появится новый рейс до Домодедова. Сегодня в условиях пандемии до столицы из международного аэропорта Ульяновск-Братаевка можно добраться на самолетах аэрофлота и Руслайна. Есть прямой рейс и до Новосибирска. А вот в северную столицу прямые перелеты временно приостановлены. Их возобновят с середины июня. С 29 июня ульяновцы смогут улететь в Сочи. А в последний день июня можно начать летать в Симферополь. Сейчас временно ограничен вход в здание аэровокзала для провожающих и встречающих. Эта мера носит временный характер. И кроме того, я хотела бы поблагодарить наших пассажиров за понимание, что все соблюдают указ губернатора Ульяновской области. И все приходят уже со средствами индивидуальной защиты в масках и перчатках. Социальную дистанцию в полтора метра пассажиры соблюдают на входе, на подходе к стойкам регистрации и в зале ожидания. Здание аэропорта дезинфицируют после каждого рейса. А рабочий день самих сотрудников начинается с медпункта, где им измеряют температуру. Работники также соблюдают масочно-перчаточный режим. После введения ограничений на международный полет, к сожалению, у нас отменилась чартерная программа рейсов в Турцию. Мы надеемся, что с восстановлением ситуации все-таки мы захватим этот сезон летний. Надеются захватить, если не летний, то осенний сезон и турагентство. Еще одна сфера, в которую коронавирус привнес серьезные убытки. Российский туристический сектор начнет постепенный выход из карантина в ряде регионов с 1 июня. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, коттеджем и апарт-отели. В нашем случае, скорее всего, всевозможные ограничения и работа в таком, скажем так, ограниченном режиме, она у нас продлится до сентября месяца. Также 1 июня у нас такой какой-то рубеж, да, когда мы наконец-то откроем, скажем так, хотя бы наши российские курорты и будем уже смотреть, как дальше поэтапно будут открываться границы. Динара признается, потери начались уже в марте и исчисляются они миллионами. В апреле и мае продаж не было совсем. Все это время в режиме самоизоляции агентство занималось переносом туров своих клиентов. Девушка подчеркивает, ни один сотрудник за это время уволен не был. Так как мы, скажем так, на передовой, мы являемся самой пострадавшей отраслью, мы получили, так как в нашем агентстве все сотрудники, это около 8 человек, они все официально трудоустроены, мы на всех получили субсидию в минимальном размере оплаты труда. Пошли навстречу собственники помещения. С благодарностью Динара отзывается о тех клиентах, которые с пониманием относятся к ситуации. Ну а нам всем остается надеяться, что в скором времени никакая пандемия больше не испортит долгожданный отпуск. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ.